всем привет сегодня буду делать самодельные колодки надоело мне менять и покупать их потому что быстро стираются вот когда плохая погода зима буквально за месяц и колодка он выходит полностью в ноль поэтому хочу сделать сейчас самодельный я уже делал один раз вот с такого материала классно получилось до сих пор работают вот мне подогнали тормозная колодка с камаза говорят я от нее отпилял от кусочек вот с ней и сегодня буду делать мне нету вкрапления вроде металла как и в этой вот тоже нет вкрапления металла это это спирс пресса тормоз пресса а это получается с автомобиля с камазом я пробовал делать вот такое вот тормозной колодки код автомобиля но она крошится сильно крошится а тут проще отпилял кусочки буду с него делать так что я сейчас спеляю наточили то что здесь осталось вырежу такой формы кусочки и буду их приклеивать также мне понадобится медная проволока эта проволока 2 и 7 миллиметр толщиной и сверло такое живут все начинаем делать да вот новая колодка новые колодки тормозные толщина вот здесь колодки я померял два с половиной миллиметра а я хочу сделать но миллиметров по 5 чтобы дольше на дольше хватало вот такую я себе задачу поставил поэтому нужно еще вырезать такую форму чтобы подходила вот эта пружина видите тоже нужно вот так подходить для этого мне надо шаблончик сделать шаблончик это вот этой тормозной колодки берем листочек прикладываю делаем вот так вот вот получится трафарет вырезаю его разрежу их кусочками потом буду подгонять наточили вот подготовил четыре колодки резал таких вот заготовок четыре штучки с одной стороны они ровные я и буду клеить вот на такую вот поверхность тоже сточил то что было здесь на колодке и теперь буду приклеивать подогнал чтобы она входила вот и намазываю клеем буду использовать клей супер клей ну какой есть так скажем не выбираю буду намазывать прикладывать и в тиски зажимать так в тиски зажму пускай склеится а после этого просверлю и вставлю медную проволоку и 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 приклеил вот что получилось такие вот колодки они намного толще тех что новое но и материал совсем другой сейчас я их просверлю и сделаю такую заклепку это на всякий случай она вдруг там не отлетела вот и вклею сюда вот такую вот проволоку хотел на эпоксидку клеить ну заклею этим самым тем же самым клеем супер клеем сюда вот капельку вставлю вставляю не но штырек о потекло все лишнее откусываю то же самое здесь ну все х х ты приклеился вот что получилось поставлю они на месте притрутся но толщина толщина вышла конечно же больше толщина 4 миллиметра родной два с половиной нормально будет дольше работать сейчас немножко побрызгаю краской вот такой этот велосипеде даже нарисован так снял тормозную машинку так про я не знаю что такое насколько это хорошая пользуется работает и хорошо сейчас я послаблю все вот эти вот натяжки потому что у меня колодки все-таки пошире поэтому я здесь все регулировки выведу 0 вот так вот здесь и здесь тоже я выведу сейчас в ноль это я уже натягивал потому что не тормозило все тут я обнулился это шумана я не разбираюсь в принципе мне оно не нужно я пользуюсь тем что ездаю все все оно работает вытаскиваем шплинт этот и наши потертые колодки вот кстати вот это вот пружина и этот шплинт он с нержавейки поэтому он как многоразовый а те что были изначально стояли они были железные они все поржавели вот теперь мы немножко почистим а вот здесь вот видно если этот регулировочный такой болт вот мы его сейчас выводим в ноль то есть мы его обратно выкручу он еще таким со ступеньками там есть шарик вот я сейчас его вывел так вот в ноль потому что у нас колодки все-таки пошире порядок ну а теперь мы теперь мы берем наши новые колодки вставляем их сюда вот так вот вот такие вот толстые получились и загружаем их на место сейчас посмотрим может нас этот самый диск не влезет сюда придется немножко подточить тросик опустим и что у нас в целом выходит в целом выходит что у нас учили даже нет видишь это никакой больше регулировки нет ну шоу надо тогда колодки тоньше делать все таки я немножко уменьшил здесь где-то от трех до двух с половиной миллиметров сейчас чтобы тут зазор под для диска остался переставлю на место как настраивается зажимаю тормоз ручку так она зажимается он самоцентруется и тогда и тогда можно закручивать вот эти вот болты все после этого колесо крутится все работает неделю отъездил мне понравилось ездил и в бокрую погоду и в сухую тогда дождь тормозит немножко хуже вот так в принципе все хорошо колодки не стерлись так что я теперь могу сказать что у меня тормоза с камаза я вытащил тормозную колодку со своего циклона это тормозная колодка которая делал сам вот износ за год можно сказать что очень хорошая колодка тормозит хорошо я сначала боялся тормозил задние но на передние оставил старую колодку поэтому ну для безопасности эта колодка показала себя отлично так что я буду такие делать и дальше а вот с такого же материала я сделал себе на леон только добавил еще медную такую вставку ну на всякий случай вот целый комплект буду испытывать но результат будет только через ну можно сказать через полгода так что ставьте лайк и ждите результата а а а а а а